Меня зовут Махмутова Афина Александровна. Так получилось, что я родилась и выросла в жарких краях. Все детство у меня прошло в Краснодарском крае, в небольшой деревушке. Я была активным ребенком. Участвовала во всех конкурсах, во всех творческих инициативах, которые только возможны. Даже участвовала в марафоне по бегу. Участвовала девчонкам несвойственно. Стрельба из пневматического оружия выиграла третье место, хотя у меня зрение не очень хорошее. Во всех конкурсах школьного характера я участвовала в школьном уровне. После того, как я закончила школу, я, обучившись в техникуме, совершенно случайно попала на Ямал. Еще по пути на Ямал я была очень сильно удивлена вообще в принципе погодой. Будучи человеком, выросшим в жарких краях, меня поразила погода. Несколько дней в аэропорту мы ждали, когда спадет туманность. И для меня это было удивительно. Почему? Потому что тогда я еще не понимала, что отсутствие тумана в самом Салихарде не гарантирует нам хорошей погоды по всей трассе. И для меня было удивительно, почему мы не летим. Это как раз был период распутицы, ведь все прекрасно. Потом уже, когда здесь прожив год и ощутив все прелести игры погодной, я уже лично поняла, что погода здесь играет решающую роль. Но я хочу сказать, что контраста сильного я не ощутила в эмоциональном плане. Почему? Возможно, в прошлой жизни я была именно отсюда. Я не знаю, как это объяснить. Дело в том, что мне нравится зима. У меня вся семья рождена зимой. У меня муж в январе, ребенок в первый день зимы. Я в декабре родилась. И зима, снежность, сугробы, метель, ветер. Это прямо моя психия. Я обожаю эту погоду. И, наверное, с учетом того, что организм уже перестроился, сейчас жаркую температуру и жаркое время в годы это вообще не мое. Я очень плохо переношу. Первое серьезное место работы мое было это муниципальное линеводческое предприятие Ярсалинское. Это, наверное, одно из самых значимых мест работы в моей жизни. Почему? Потому что, будучи молодым специалистом, без опыта работы я получила не только место работы, но и огромный опыт. Я познакомилась с интересными людьми. Как мой контакт, самый близкий такой, тесный, произошел именно там, с местным населением. Почему? Потому что основная часть работников это оленеводы. Меня поразил характер их работы. То есть для меня вот этот момент кослания, нахождение где-то в тундре, олени, чумы. Для меня это было вот что-то моментом экзотики, наверное, какой-то. Я не понимала вообще, как это можно. Вот то есть человек, который приходит домой, принимает душ. Там вот диван, вот телевизор. И там где-то находятся люди. У них там проходит основная часть работы, часть жизни. Они там создают семьи. Это для меня было удивительно и интересно. Но выработав свой внутренний ресурс какой-то вот именно в этой области, мне захотелось попробовать что-то другое. И я попробовала себя вот в сфере культуры. Сейчас я работаю в инбуке ЦКС. И мне все устраивает, мне все нравится. Это как бы атмосфера творческой деятельности постоянно. Это новые идеи. Это таланты. Это постоянно какой-то процесс такой вечной реализации. То есть ты что-то придумываешь, и тут же даже человек рядом с тобой, то есть он что-то придумал. И вот как от мысли до реализации ты наблюдаешь этот процесс. Это интересно. Самое интересное это моя семья. Дело в том, что попав на Ямал, я здесь встретила своего будущего мужа. Хотя такой цели не преследовала. Знаете, вот как моя мама говорила мне о том, что у человека есть две родины. Первая там, где он родился, а вторая там, где он родил своего ребенка. И здесь у меня родился сын. Как бы и Ярсель я воспринимаю как свой дом. И будучи, например, допустим, ну как бы дело в том, что вот приехав сюда временно, то есть это было временное явление, как-то так получилось, что я сразу поняла, что для меня это будет не временно, это будет постоянно. Здесь я хочу жить, здесь я хочу выйти замуж, здесь я хочу родить ребенка, создать семью, приобрести себе жилье и как бы реализовываться именно здесь. Понятия временного для меня, ну как бы, не было. Хотя именно сюда, пребывая, вот в Янау, у меня было такое, как бы, что это временно, я приехала сюда в гости. Ну и как бы сложилось так, что, ну постоянно. Когда я приехала сюда, это было более десяти лет назад, тогда еще были в некоторых, некоторые улицы были засланы деревянными настилами. И девушки, когда ходили, проваливались туда, каблуки у них проваливались, так интересно было. Изменилось многое. Изменилось то, что выросли дома. Из маленьких деревянных домов они выросли не только в ширину, но и в высоту. То есть, там живут люди. То есть, увеличились люди, народ больше стало, людей, инфраструктура, да, ну в плане того, что именно поселковая. Улучшилось качество дорог, улучшилось жилье, да, то есть, ну как бы, его стало больше и оно стало комфортнее, потому что я, например, допустим, ну, когда только сюда приехала, я проживала в бараке, который был под снос. Ну, понятно. Что еще улучшилось? Улучшилось, мне очень нравится, импонирует то, что очень много появилось момент детских игровых площадок. Вот, будучи, как бы, мамой, подростка, ребенка, я очень благодарна то, что в нашем поселке есть непосредственно место, то есть, создана площадка для игры и реализации детей любого возраста, начиная от малышей до трех, там, трех лет и заканчивая, там, уже подростки, которые, ну, хотят кататься на велосипедах, на скейтбордах, там, или еще на чем-нибудь, то есть, это все есть, и мне это очень нравится, то есть, я вот благодарна то, что у нас такое есть. Ну, экзотическое, экзотическое, я считаю, что, вообще, ну, гордость, если уходить от банальности, да, каких-то объектов, то это природа. Все-таки потому что, если человек приезжает с каменных джунглей, да, и не видя, вообще, в принципе, простора, да, голова у него закружится. Если его вывести в тундру и поставить, и сказать, вдохни, вдохни поглубже, как бы человек ощутит вот эту энергию, потому что со мной было так. И когда я выехала первый раз в тундру, не просто вот тут вот возле, а подальше туда, там, где прям болот, там прям все, красота, ели, оказывается, ну, это не банально, это очень красиво. И мало того, что красиво, это поражает, ну, как это сказать, вот такой колорит, да, природы. Вот здесь может быть песок, вот здесь может быть сразу зеленая тундра, тут же болото, ягоды, и тут же ели почему-то растут, да, то есть как-то это все на одном маленьком пространстве, вот уголок, а когда ты, как бы, смотришь на горизонт, то горизонт, там уже все вообще по-другому. Ну, и, наверное, если человек попал бы сюда, и вот я бы его вывезла и показала бы ему тундру, наверное, его бы поразило низкое небо, потому что оно меня поражает всегда. Настолько оно низкое, и кажется, что ты хоть, ну, как бы можешь его потрогать руками, и как-то оно в горизонте соединяется с землей, это, ну, это необычно. Потому что, например, допустим, я, я бы показала еще оленей, вот реально, потому что они очень интересные. Это такие необычные животные, может быть, для местной, данной местности это банально, но если бы человек ко мне приехал в гости, то я бы показала ему оленей, потому что они необычные, они маленькие, плюшевые какие-то, интересные вот существа, мне очень они нравятся. Мне кажется, что так сложилась моя жизнь, что меня это сюда привело не просто так, и, наверное, по-другому бы и не сложилось. И, возможно, да, я бы приехала сюда. Ну, так как я живу все-таки в поселке, да, как район это масштабное что-то, да, вот, например, начиная с поселка, не сбавлять темпа. То есть наша, наша внутренняя энергия, наши потребности, наши желания только стимулируют к тому, чтобы мы достигали что-то нового. Если мы, как бы, не будем гореть идеи и придумывать что-то новое, что-то интересное, что-то, что-то, что нам нужно, да, не видеть проблемы, например, да, там какие-то, не хотеть их видеть, значит, нет, не будет желания их решать. И поэтому, как бы, мое пожелание – это то, что быть активными и участвовать непосредственно в жизни села, как в своей собственной. Ну, естественно, если каждый будет относиться так к району, ой, к своему поселку, он будет относиться, ну, как бы это будет касаться масштабов района и, естественно, масштабов страны. То есть каждый должен что-то привносить, начиная от идеи и заканчивая, там, реализацией в обществе, то есть, ну, как бы, сообща. Только так. Субтитры создавал DimaTorzok